Благоустройство Сразу не заладилось население, мягко говоря, ругается, да и местные депутаты выступают на стороне жителей. Я за что? Я за народное добро освободить. Полный снос не значит вернуть все как было. Мнение пришедших на обсуждение жителей сегодня в районной администрации выявляли с помощью простого голосования. В бюллетенях было два пункта. Частичный демонтаж большого помоста – это значит значительное сокращение его площади. Или полный демонтаж, то есть совсем убрать эту конструкцию. О том, чтобы полностью вернуть офицерскому прежний вид, речи не велось. Бетонная дорожка, сооруженные к ней подъезды и небольшая площадка с настилом из дерева в любом случае останутся. По сегодняшним правилам проект благоустройства обязательно должен предусматривать создание условий для граждан с ограниченными физическими возможностями. Публичные слушания перед реализацией подобных проектов законодательно не предусмотрены. В администрации подчеркнули, что чиновники пошли навстречу местным жителям. Что происходит? В рамках реализации комфортной городской среды Минстроем Российской Федерации рекомендовано любые проекты обсуждать с жителями гражданами. Год назад. Процедура, которая есть сегодня, она законодательно не закреплена. Сам проект вызвал резонанс. Мы не бессердечные люди, поэтому мы услышали жителей, провели слушания, услышали основные претензии, что были сказаны. И постарались внести в существующий разработанный проект отдельными исполнительными местами ряд изменений. С какими изменениями мы пойдем пересогласовывать проект? Для этого нам нужны еще одни обсуждения, понятия позиций. И из двух представленных вариантов, либо это будет один настил, либо это будет два настил, мы пойдем его согласовывать. К слову сказать, местные жители показали на обсуждениях весьма невысокую явку. Все горячо комментировали эту проблему в интернете, а на мероприятие пришел только постоянный актив Сестрорецка. Кому действительно не безразличны проблемы нашего города. Хотя и среди пришедших мнения разделились. Кто-то изменил свою позицию, кто-то вспоминал, как строили это безобразие, другие положительно отзывались о перспективах такого благоустройства. Значит, я в тот раз была за уменьшение на одну треть вот этого большой плиты. Сейчас, конечно, когда была зима, не было так заметно. Но вот сейчас я сходила на пляж, мое предложение – демонтировать эту большую плиту полностью. Остальное вообще просто замечательно, что вот эта дорожка проложена. Это просто классно. Смотря из окна, я видела, как просто по ночам Узбеки, вот до утра, как муравьи, они реально, как будто они куда-то бежали, торопились. Я смотрела на этот ужас, не могла понять, откуда вообще ноги растут, что мог додуматься до такого проекта. У нас есть возможность сейчас что-то сделать. Ходить по дереву, а не по песку совсем. Надо выйти, елки-палки, на дерево. Нормально переодеться. Не, ну что-то у нас начинает происходить, елки, положительные какие-то истории. У нас изменяется. Спасибо большое. Звучали также пожелания демонтировать и второй помост с деревянным настилом, предназначенный для отдыха инвалидов, а также сопутствующую инфраструктуру, душеуборную. У вас там есть дорожки, которые вы говорили нам, рассказывали про дорожки. Вот пускай дорожки будут, но он по этой дорожке приехал и на песочек лёг. Тоже что? Посидеть встанем. Где он писать будет? Писать дома надо. Районные чиновники пояснили, почему они не могут вести подобное строительство на более дикой части офицерского пляжа, немного дальше от моста. Дело в том, что территория пляжа утверждена и закреплена законодательно границами, в которых и может происходить подобное благоустройство. Однако этот факт, по мнению жителей, всё равно не оправдывает происходящее на офицерском. Этот проект крайне неудачный, потому что то, что было хорошо, скажем, на Ласковом пляже, в Солнечном, который огромный, большой, то недопустимо на совсем малюсиком офицерском пляже. И сегодня, выбирая вот из двух предложенных вариантов, я, конечно, выбираю полный демонтаж. Это тот уникальный случай, конечно, когда мы присутствуем на общественных слушаниях уже после частичной выполнения работы. Это уникальный такой случай. Обычное слушание проводится до начала работы. Если бы это сделали, наверное, сегодня были бы другие мнения у народа, потому что картинки, конечно, очень красивые. И второе, что это уникальный случай, это как можно конфетку превратить в то, что сделано сегодня на пляже. После обсуждения нового проектного решения подвели итоги реального голосования в зале. 54 человека выступили за полный демонтаж большого помоста, 40 – за частичный. По информации администрации, это еще не означает, что вопрос решен. Об итогах этого мероприятия чиновники обещали сообщить позже. Также до конца непонятно, будут ли учтены итоги виртуального голосования.